Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом Ильжа Александр, и сегодня мы вместе с вами вновь будем летать над землями этого прекрасного места в игре под названием Dainzim VR. Это симулятор бога VR. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Тогда вера будет расти, и возможности божественные вместе с ней стремиться еще выше. И, друзья, да, в прошлом ролике вы мне написали, что я кое-какой момент упустил Теамор, опять развязал конфликт с соседними странами, решил тут все больше-больше всего захватывать, но я был увлечен рассматриванием Сакуры, ведь Сакура, она успокаивает, она умиротворяет. Можно сидеть на берегу озера и смотреть на ее цветение, и в душе становится тихо и спокойно. Но на самом деле, да, можно что-то упускать, потому что то какие-нибудь еретики буянят, то ты пытаешься что-то развивать, и черт побери, но не получается иногда следить абсолютно за всем. Сейчас я не знаю, Теамор вообще с кем-то сражается или нет, я, по крайней мере, не вижу никакого передвижения отрядов со стороны в сторону. Вроде бы все живут мирной жизнью, и это даже хорошо. Хорошо, смотрите, они вместе ходят в шахту, желтые, это Нарфаскер вместе с Теамором. Видимо, они подружились, и это неплохо, друзья. Зе, до, о, Нарфаскер уже у нас и здесь, и тут. Я чувствую, в мире останется только два государства, Теамор и Нарфаскер. Но пока они заняты конфликтами, соседи развиваются крайне стремительно. Вы посмотрите на этот Зе Дор. Но у них все настолько великолепно, насколько это возможно. Правда, костюмы у них все еще какие-то средневековые. Не знаю почему, они могли бы уже в свою очередь переодеться в джинсы, в майки, там в кофты. Опачки, а это кто у нас такой? Малыш, ты как здесь очутился? Давай я отнесу тебя домой. Домой, 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 домой. Ааа, ха-ха, обманул. Так, ладно, что у нас тут? Тут тоже суперразвивающееся королевство. Ну, опять же, это Зе Дор. То есть, ну, кто бы мог подумать, что у Зе Дора всего лишь несколько городов. Если быть точным, три. Три города. Но при этом у них есть куча нефти. У них есть золото. И скоро. 0,200. Скоро. Что значит скоро? Так, а как они одеты? Блин, посмотрите на этот костюм. У них очень странная одежда. Иди-ка сюда. Дай я рассмотрю тебя, мужик. Мужичок, дай я посмотрю. У него модные модерновые такие очки. Рокест. Прям киберпанк какой-то в Африке. Жесть. Не, ну серьезно. Киберпанковая страна. Офигеть. Кто бы мог подумать. Города киберпанковые и так далее. А еще мне написали в комментах, что на следующем этапе они все будут облачаться в костюмы роботов. То есть, это будут всякие кибернетические экзоскелеты, костюмы и прочее. Очень хотелось бы дожить до этого момента. Увидеть, как это будет выглядеть. Но пока, честно говоря, я не знаю. Потому что, смотрите. 0200. Им нужен какой-то ресурс. Но этого ресурса в мире не существует. Поэтому я даже и не знаю, это скоро появится или это уже есть. Ну, новый лидер в мобиле. Надо будет следить за надписями. Да, иногда упускал. Постараюсь впредь такой оплошности не допускать. В общем-то, поглядим. Посмотрим, как там у нас дела. Давайте глянем в Азии. Нарфаскеры здесь. Ну, конечно, Нарфаскеры это да. Оба, пожар. Да, друзья, писали мне еще по поводу пожаров. Что из-за того, что у нас слишком близко находятся леса, в один момент, если я вдруг что-то не замечу, сможет выгореть полуконтинента. Ну, я на самом деле стараюсь замечать. Вот если б еретик сгорел, я б не обиделся. Но он, видите, передумал быть еретиком и стал нормальным, добрым парнем. Их, кстати, восемь. Пока гоняться за ними я не буду. Мне лень. Пускай они разбиваются, пускай они строят свои козни. Если я кого-то замечу, разумеется, я его жестко, жестко, очень жестко накажу. Очень жестко, вот так. Но пока пускай, пускай живут своей жизнью. Может быть, они опомнятся. Ну, а творить чудеса, чтобы поднимать веру у людей, я стараюсь. Но, правда, не всегда получается. Давайте немного покидаем здесь дождя, чтобы стеллы, обелиски не опускались. Чтобы они всегда были на высоком уровне. Это показывает уровень веры. Я часто это делаю, но иногда не успеваю. Ну, невозможно за всем сразу следить и все сразу делать. А хотелось бы, вот если бы я был прямо богом следующего уровня, у меня было бы, не знаю, 8 рук. Вот это было бы удобно. И сразу несколько воплощений, чтобы можно было и там быть одновременно, и здесь, и тут. И как бы, ну, чтобы было очень удобно и круто. Если бы была какая-то, знаете, стратегическая карта, где ты управляешь. Типа, иди туда, иди сюда, туда дождь, сюда саранчу, здесь еретика раздавить. Ну, прикольно было бы. Кстати, этим нужна нефть. И они продолжают развиваться. Ну, а эти, похоже, достигли предела. Может быть, именно эта цивилизация, африканская, она пока не может дальше развиваться. А эти могут. Что, если они добудут нефть, что будет дальше? В Таморе новый лидер. Ну, это как бы не сильно важно, потому что лидеры, ну, особо ни на что не влияют. Они как бы есть, меняются, а государство всегда остается государством. Такие дела. Еще мне поступило интересное предложение сделать город, а точнее страну, которая будет полностью окружена болотами. Я не знаю зачем, но давайте сделаем ради интереса, посмотрим, что из этого получится. Просто почему бы и нет. Это будет такая страна, замкнутая в себе. Потому что болота, они сами по себе, не позволяют переходить через них. И люди погибают, если идут через болото. Поэтому давайте реализуем что-то подобное. Это будет не ровный квадрат, потому что ровный квадрат это неинтересно. И лучше всего сделать двойную стену из болота, чтобы прямо было совсем жестко. Это будет странно. Мы морем пытались окружать страны, но море не мешает передвигаться. Люди спокойно плавают по нему на лодках, на плотах и прочем. А здесь прямо все жестко, смотрите. Двойная линия. Ну, тут одинарная, надо, кстати, исправить это. В принципе, территория для жизни вполне себе... Да что такое? Вполне себе большая. Во! Тут может, ну, реально целое королевство появиться. Не знаю, что это будет за королевство, но пускай это будет... Я не знаю. Я не знаю, друзья. Саванна, оазис, пустыня, сакура, болото еще... Не знаю. Пускай это будет сосновый лес красивый. О-о-о! Не сосновый лес. Нам нужен обычный лес. Стой. Э. Вот так. Обычный лес. Тоже по кругу проведем. В центре, не знаю, будет какое-нибудь болото. И полянка. А пушка, на которой будут жить люди. Не, не болото, а озеро, я имею в виду. Болото в центре, это было бы совсем жестко. Так, есть деревья. Давайте здесь делаем травушку-муравушку. Вот так вот. Здесь у нас будет небольшая речка, озеро. Ну и посмотрим, кто здесь будет жить и как он будет жить. Супер непри... О, появились уже, смотрите. Теамор и Дисосос захватил. А где этот город, Дисосос? О-о-о! Нарфаскен, нет, погоди. Дисосос это должно быть где-то здесь, я думаю. А где этот город вообще, Дисосос? Я опять пока строил, блин, это... А где Дисосос? Я же даже не знаю. Не видно ж нифига. Почему я не вижу, что там за... Да не поворачивайся. Почему я не вижу, что за города там? Где Дисосос? Гнупор. Город должен быть, по идее, поблизости где-то. Здесь Нарфаскер везде. Куринбе. Харашихоро тоже. Теамор. Блин, Дисосос, наверное, где-то в Азии, в Африке. Я не понимаю, где Дисосос, короче, друзья. Где-то он есть, но я понятия не имею, где этот город. Я вообще впервые слышу об этом городе. Ну, какой-то город, короче, они захватили. Эден. Горинономон. Зедор. Вот он. А нет, это Аси. Просто показалось, что красные крыши. Может быть, это на севере город? А, вот он, Дисосос. Ёлки-палки, а я ищу. А как они могли захватить его, если они только это? Он только создан был, а его уже захватили. Смотрите. Или они его... Ну, анексит. Это же анексия, да? То есть, ну, захват. Нет разве? Ладно, это странно. Ну, короче, странно, что они решили здесь поселиться. Им будет тяжело. Посмотрите, что теперь происходит. Люди больные ходят по этим болотам. Их болото не останавливают. Слушайте, а ведь это плохо. Ведь у нас может начаться эпидемия тогда, если они будут болячку переносить. Ну, пускай и священники... Да, у них, смотрите, тут эпидемия. Кампснес. Теперь тоже проблему с кампсном сам. Анексит. Понятия не имею. Где этот город? Возможно, они его основали. Клампсест. Вот так вот следить и потом летать. Если там бы какие-то войнушки бы начались, да, можно было бы посмотреть. А так, именно летать... Ну, захватили город, ну, расширились. Потом будет видно, какой это город и... Где он появился. О, новый лидер опять в Тааморе. Что-то у них там какая-то смута. Постоянно лидеры меняются. Не, ну, создать в болотах государство, это была не очень хорошая идея, наверное. Я не знаю. Потому что вы посмотрите. У них, кстати, и гор нет. Это надо поправить. Им же... Хотя, зачем вам горы? У них есть камень. Целых два. Что им еще? Животных нужно сюда. Может, у них иммунитет... Это не животные, да? Это, блин, какой ужас. Потратил кучу энергии. Так вот... Может быть, у них иммунитет появится? А, как думаете? Есть такая возможность? 11 еретиков? Прошу заметить, друзья. Это уже довольно много. Смотрите, стоит, колдует свои болячки. Ну, будем надеяться, что они исцелятся. А что она на болоте делает? Это ведьма. Она зеленая. Ты ведьма. Ты же ведьма. Ты же уже все равно обречена. К тому же ты воняешь. Что с тобой делать? Ладно, иди отдохни. Зомби! Это королевство зомби, друзья! Блин, это прикольно. Пацан, хочешь стать зомби? Мистер пацан. Пошли, станешь зомби. Я сделаю из тебя зомби. О, теперь ты пацан зомби, а? Можно сказать, супергерой. Про тебя снимут фильм. Будешь в Мстителях. Пацан зомби, а? Это же круто! Таких супергероев еще, наверное, не было. Или зомби пацан? Это реально королевство, черт возьми, зомби, друзья! Это круто! Это реально необычно, здорово, модно, главное. По-моему, еще какое-то событие было, но я его упустил. Так, Теамор развивается. Так, что-то... Мне хочется посмотреть, как будет выглядеть следующее. Э-э-э... Дистанта? Задор нападает на Дистанту? Пока не вижу передвижений. Пока не вижу. Это их территория Задора, но я не вижу никаких передвижений. Так, что? А-а-а... А, они создают имеется в виду армию, я думаю. Типа, Райсы... Да, смотрите, солдат идет. А, они перенаправляют, вероятно, армию. Это имелось в виду. Но это же ваше государство. Карза. Они что, погодите, они... Они стремительно создают войска? Скоро. Что-то задор. Смотрите, что вижу. Роботы! Черт, правда было? Смотрите, это же прямо настоящий... Это же силовая броня, друзья. Это же силовая броня. Он реально гребаный киборг. И у них армия киборгов. Это прямо next level. Армия киборгов. Вы поглядите, они круто выглядят. Не, ну такую армию будет уже не остановить. У них тут прямо лютый киберпанк. Они, похоже, перешли на следующий level. А те еще нет. Они на предыдущем. Именно это государство. Ну, это город. Это одно государство. Да, райс имеется в виду сбор армии. И с кем они собираются сражаться? Так, они побили свои войска куда-то. Это первая в мире кибервойна, друзья. В том смысле, что не в интернете где-то, да? А именно кибернетическая с силовой броней, костюмами. Прямо жестко. Война корпораций. Кстати, смотрите, тут можно капитана выделить. У нее немного отличается шлем. И у нее почему? Потому что у нее, ну, выпуклости спереди вот тут. Ну, прямо это реально она. Армия киберсолдат. Вау, 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 вау. Очень крутые трубки различные для дыхания. Вот капитан. И вот выпуклости. Хотя, возможно, это часть костюма. Ну, вероятно, они хотят Альмади захватить. А, Платуриас. Ой, там еще идет войско. А как это у Зоодора совмещаются войска с мушкетами и войска с кибербластерами? Это как такое возможно? Как они сочетают такие технологии? О, пришли, перебили всех опять. Не, Зоодор. Короче, у нас останется три великих государства. Я думаю, Нарфаскер, Зоодор и Теамор. И все. По итогу. Они все захватят друг друга. И потом начнут вести лютые битвы друг с другом. Так, у нас 15 еретиков. Сюда еще идет войско Зоодоровское. У них рыцари. И чертовые бушкетеры. И кибермонстры. Жесть. Пришли просто, наваляли. Там у них захвачено все. Похоже, вся Азия у Африка будет принадлежать им. Тут новое молодое королевство. Бимборати. Но у них технологий просто будет недостаточно, чтобы хоть что-то противопоставить. Вообще точно нет. И если бы Зоодор пошли сейчас в среднюю полосу сюда, то да. Да, тут могли бы начаться серьезные проблемы с. Но пока они этого не делают. Кстати, о делах. Еретики где? Я не вижу ни одного еретика. Их 16 человек. Это просто супер армия еретиков. Я не обращал на них внимания. Но я и продолжаю это делать. Я ни одного не вижу. Вот один еретик. Блин, ну минус завод, подумаешь. Это все во имя людей было сделано. Сюда стоять побежал куда. Так, есть еще? Оп, смотри-ка. Есть. Вот так прикольно, когда их много летать и как семечки их щелкать одного за одним. О-оу. О-оу. Блин, тут по лесам их прячется прямо с десяток. Стоять. Стой. Еще есть где-то тут еретики? Тут прямо рассадники еретиков. Сколько? Девять. Смотрите, прошлись просто по этой стороне мира и девятерых ликвидировали. Это здорово. Еще один прячется. В обломках летающие тарелки. Здесь еще наверняка есть. Пора бы, пора бы накидать священников, я думаю. Сюда два. И сюда бы я накидал бы еще. По одному хотя бы. Тут Вера совсем на минимуме. Восемь штук еще осталось. Один тут. Похоже, у них у королей какая-то болезнь есть. Королевская. Они постоянно болеют. И по итогу погибают. А потом на его место приходит другой, но тоже заболевший. Новый лидер. Я же говорил опять. Сколько лидеров сменилось в Теаморе за то время, пока здесь вообще ни одного не поменялось. Занятно, да? Может быть, поэтому они отстают по технологиям. У них огромное государство. Они многое сделали. У них полно ресурсов. Они многое захватили. Но при этом с лидерами у них какие-то проблемы очевидные. Так, ну все. Таких прямо ярко выраженных еретических настроений я больше не замечаю. Поэтому можно забить на это. Давайте взглянем, как выглядит наш эксперимент с городом зомби. Некоторые здесь еще не зомби. Например, вот этот пацан. Этот прямо руду несет. Вот он зомби, а несет руду непонятно куда. Думал, еретик бежит. А, я слышу, как чихают. Я думал, это уже сражение где-то. А это всего лишь чихи. Чих-чих. Чих-чих. Теамор. О, матрица еще. Нарфаскер. Ну. Матрица. А где у нас матрица? Матрица. Фремнесс. Матрица. Нарфаскер. А где? Подожди. Территория Нарфаскера, что она здесь. Кракелинглихило какой-то. А где это все? Я что-то не вижу. А где это они умудрились все сделать? Я таких городов даже и не знаю. А, вот Кракелинглихило, да. Этот они захватили действительно. Куринобы. Что-то они прямо жестко, как Нарфаскер, действуют. А где эти города, которые они умудрились захватить? Тут что ли? Да нет. Да, а как? А где? Я не вижу. Джуни Йонг, Курухома. Тут они были уже давно. Забавно, что они в двух концах мира. Одна половина государства там, вторая тут. Это довольно занятно. Спутал. Ну, короче, какие-то города они захватывают. Но где эти города, я понятия не имею. Если бы был какой-то, не знаю, список городов, чтобы ты мог посмотреть, где что, было бы прикольно. Но такого списка нет. Теамор 7 городов. А что это? Отменилось все. Теамор 7. А, это можно сменить империю. Так, а как? Подожди, надо научиться пользоваться этим. Теамор. Задор 8. Нарфаскер 8. Бембирати 1. Теамор 7. Теамор потерял город один. Забавно. Угу. Ну, технологическое отставание дает о себе знать. Но они, в принципе, на одном уровне пока. 7-8 городов, это нормально. Им нужно что-то предпринимать. То королевство, если оно вдруг, ему удастся развиться, которое вот это африканское, бумбиляти, то, ну, прикольно будет. Но я чисто не верю в то, что у них что-то получится. Можно, кстати, попытаться создать еще одно королевство ради интереса. Давайте попробуем, получится ли. А? Билфи. Новое королевство под названием Билфи. Вот, теперь интересно. Теперь интересно. Какие у них шансы на развитие. Поблизости есть город Байлификиад. Если они быстренько его займут, у них будет доступ к золоту, руде и прочему. Но я сильно сомневаюсь, что не решаться на это пойти, скорее всего, они просто испугаются. Так что, не верю в это, не верю. Как хорен. А список городов посмотреть нельзя, типа. Император Томас. А вот города, да. Эддон, Гореном, Пандетра, Гнюпар, Хросьхора, Идосос, Тамбесос. С Задором они воюют, с Нарфаскером... Ой, торгуют с Нарфаскером, они воюют. Два города поблизости, и они воюют. Опять? Видимо, Нарфаскер и Арджал один город у них. Только какой? По-моему, вот этот. А это Задор. Ну, я не вижу никаких активных, да, боевых действий. Они просто на бумаге воюют. Кстати, Нарфаскер перешел в следующую эпоху. У них, смотрите, такие европейские домики уже на семью. Эти ребята переходят? Нет? Вы собираетесь переходить? Вам знаний не хватает? Вон, возьмите знаний из Карзы. Самое передовое поселение в мире. Здесь даже вон, чуваки ходят. И у них киберкостюмы. Кстати, войско свое, похоже, они распустили. Потому что я не вижу больше нигде кибербойцов. Они выполнили все необходимые поставленные задачи. И сказали, ну все, можно теперь и по домам. Вот так. Сюда бы закинуть? Звук был странный. О, Билфи. Вы что, с ума сошли? Билфи. У вас мозг есть? Нет? Ну вы ж не победите никак. У вас даже армии нет. Бимберати, Бомбадо? Анексит, а где Бомбадо это? А, вот. Соседний город. Ну прикольно. У них появляются шансы. Ну, по крайней мере, они смогут дольше протянуть. У них, конечно, воины так себе. Обычные рыцари в доспехах. Откуда в Африке такие рыцари? Совершенно непонятно. Но то, что вот эти ребята решили напасть на Теомор. Это, конечно, странное решение. Я думаю, Теомор сейчас придет и скажет, ну не надо было так делать. Но, с другой стороны, они находятся на другом конце света. Пока соберут армию, пока дойдут. Тоже пройдет куча времени. Пять еретиков. Так что фиг знает, фиг знает. У Билфи есть шансы выжить. Но если Теомор захватит этот город, у них будет зона влияния в Африке. И они смогут тут тоже что-то как бы маневрировать. О, Бемберати долго торгуют с Нарфаскером. Опа, смотрите, там что появилось. А, стоп, это Европейст. А, я думал, это Нарфаскеровские города, дома. Они отличаются, кстати, если я ничего не путаю внешне. Они не отличаются. Это просто цвет. Так-то они одинаковые. Ну и смотрел я под другим углом, поэтому показалось, что они отличаются. Как там? Нифига, Теомор. Уже здесь город построил. Ха! О, пришельцы. Город построили с домами. Город зомби. Как они так умудрились? У них же, ну, неразвитый город. Как они умудрились здесь? Странно. Очень странно. Так, пришельцы, давайте летите в ловушку. Я вас уже поджидаю. Уже места нет, куда вас бросать. Валяетесь где-нибудь здесь. Вот так. Просто реально, уже куда бы я ни бросал, везде куча пришельцев. Не могу же я до бесконечности здесь все усеивать их кораблями и обломками. Такое себе будет. Ну, ладно, друзья. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. У нас появились кибербойцы. У нас появился город зомби. Что будет дальше? Пишите свои предложения в комментах. Почитаем, посмотрим, придумаем, сделаем. Ну, а вам большого счастья, добра и любви. Покедова, друзья. Покедова.